мы обязательно встретимся ты полюбишь меня с первого взгляда и конечно мы сразу будем ты дотронешься до меня своими бомбина и пусть они выиграют поездку в парижский диснейленд синхронизация это так странно . бас колбасит соло колбасер по пояс пацаны и пацаны совсем добро привет колбасный пельменный передок с рекламной дичь двухтысячных от сын дука ссылочка на оригинал внизу реакция смотрим с тебя комментарии с тебя подписочку и подписочку тоже организую конечно все лайкосичка ваниском пальчики ставьте поставляйте спасибо большой комментарий пишите подписывайся организуйте подписывайтесь с бубенцами смотрим поехали а мы не против хотя блин это же по та же вредная хавка зачастую непонятно с чего сделанная ладно меня не не это зож продукция всегда была крайне востребована а потому и конкуренция в полуфабрикатном бизнесе просто огромна и неважно делаешь ты продукт из настоящего качественного мяса или из туалетной бумаги чтобы заставить покупателя выбрать именно твою марку зачастую приходится просто рекламка же вон лезть однажды мы обязательно встретимся ты полюбишь меня с первого взгляда и конечно мы сразу будешь ты дотронешься до меня своими тонкими пальчиками и мы сольемся с собой это не просто уже клинш это что-то нечто вот выше уровнем и так знаю у вас скорее всего уже много вопросов нет это не с не вопросов нет все предельно ясно супер митбой в кино это колбасный человек да он тот еще романтик ему откусили ушко уже на первом свидании это выглядит максимально проклято и чем более же у него в этом плане неплохо вы будете пытаться осознать детали сюжета тем вашему мозгу это лишь больнее так что не будем зацикливаться на том факте что девушка втюрилась буквально в огромную ходячую сарты не будем хотя фрейд бы на этот счет явно высказался о да зацените какой этого колбасера регенерируют съеденные части тела это внимание к деталям чел офигенно бы вписался в третий фильм про венома вообще если подложить под этот ролик немного другую по настроению музыку то получится натуральный хоррор однажды да что ж такое подарки для любимых получите 33 чего там трио сам да не хочу никаких три у сэмплов отстань мы обязательно встретимся ты полюбишь меня с первого взгляда ты дотронешься до меня своими тонкими пальчиками и мы сольемся с тобой на одно целое такая красивая и современная колбаска от мясной империи колбасный человек рекламные персонажи из переработанного фарша это всегда как-то неправильно но странно пиарщиков это никогда не останавливало психика вышла просто хорошее происхождение это чё какая-то твоя теория то это странно звучит глядя на эту графику у меня много вопросов к тому где раньше подрабатывал старина доф или его батя это наверное продолжение клипа глюкозы прошваяны уже после мясорубки тут целый мир состоящий исключительно из мясных продуктов это страшно в него не хочется вступать жители и то что они едят земля дома машины армия все это она и колбаса соседи знали в квартире владимира происходит хорошее хозяин превратил ее в подпольный мясо перерабатывающий цех только когда владимир в пьяные драки и съел мужчину его сообщница ирина не выдержала и пришла в милицию возможно именно после таких реклам люди и становятся витарианцами ну или наоборот маленький обжирафик живите обжирафик питался бананами это забавно звучит обжирафик он был таким маленьким что любой мог тема немножко маленький обжирафик его обидеть и пришлось обжирафику выйти прочь брел он брел и прибрел в мерсландию страну где на солнце зрели сосиски которые так пахли и были такими вкусными и такими полезными что обжирафик быстро превратился в большого и сильного жирафа которого уже никто не смело бежать а в жирафик сильно вкусные сосиски для детей для их близких то есть травоядный жираф подвергся травле превратился от безысходности в хищника и решил как следует накормить своих обидчиков к чему же он он еще такой знаете типа вы кушайте кушайте ребят вкусные фрукты ешьте 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 фруктиков я вам еще найду вы ешьте главное ешь чтобы их тоже потом сожрать все правильно сделал правда если эти сосиски реально растут на дереве боюсь мясом в них и не пахнет ролик предсказал beyond meat сосисочки обжирать к кажись сосиска встала поперек горло вот откуда у его длинной шеи ноги растут на стежка бывает клубничным абрикосовым черничным слонде герой был своеобразным сосисочным ответом растишки кто жует тот растет а кто обжирается тот растет еще и в ширину производители кажется пытались стебать вы доросли до вегетарианства ребенку необходимо мясо чтобы дорос и он получалось довольно кривовато вы доросли до вегетарианства ребенку необходимо мясо чтобы дорос и он типа пускай разочаруются вместе благодаря нашим фирменным рецепт астрологи вас точно ждет в интеграции вот точно вот там до интеграции что сделал мужик когда застал у себя в сарае веселую вечеринку домашнего скота съел их всех пустил всех на фарш конечно же поколбасиму это так странно поколбасимся да щас мы поколбасимся нравится вечеринка радуйтесь смейтесь давайте колбаса со вкусом деревенской дискотеки покупайте . бас колбасит соло колбасер похоже на концовку книги скотный двор дает страну крыс упустили на колбасу кстати это рисовали в одессе та же студия что и ролики про им честника спасаева многое объясняет что за ролик я не видел этого чтобы детишек не пугала участь бедных животных можно показывать в рекламе что это всего лишь перерождение и жизнь продолжается на форме сосисок ну да или это мешки для тупов стоп стоп я же сказал жизнь продолжается куда в кипяток то сразу нырять этот сосисон вообще делать харакири зачем столько сует нарезни и позже большая сосиска спасает от большого сосиска не что-то написали большая сосиска то есть та одна выжившая которая пустила трех других в расход они на пачках изображали вот такое ну типа пойдем пожаримся более такая щас реклама конечно не пройдет полный расколбас 2 выглядит офигенно конечно вот у меня сразу ассоциации короче за все этой колбасной нужен глаз да глаз она то сама себя искалечить пытается то ее кто-нибудь норовит а может там этой рекламы и вдохновляли создатели мультика кто-то додумался к ним стражу представить рекламка насчет четыре секунды нет вашего стола венец это собственно что за каратышки на стол залезли и почему им не разрешают пировать типа да ты на элитная колбаса не для нищебродов это кремлевская жрите бумагу смерды какой страны не подойди к рекламе мясо получается какая-то дичь если начать вдумываться может типа вообще не демонстрировать в роликах абсолютно никаких намеков на продукты его происхождения ну да паштет мультфильм понятно подарите своим детям кремелина бомбина и пусть они выиграют поездку в парижский диснейланд синхронизация я не хочу крена не понял младенец переворачивать календарь а там 32 декабря не иначе как апокалипсис наконец наступил малой запрягает бабку в сане и отправляется на поиски ритуальной елки но весь лес вырубила какая-то которую карапуз и превращает елку в качестве наказания и возможно еще и делает из нее паштет давайте лучше пишу все это переходит в лично жуткая идем к пельменям пельменей как много в этом слове давай кончик языка совершает путь в два шажка вниз по небу чтобы в конце толкнуться от зубы уплетает за обе щеки это восхитительное блюдо традиционной русской кухни истинное удовольствие да с бульончиком да с хренком но одно дело есть а другое лепить для этого нужно мастерство и усидчивость а такими качествами похвастаться может далеко не каждый поэтому специально для ленивых научно-технический прогресс породил пельменные фабрики и зачастую лишь самим фабрикам известно что они там заворачивают в тесто но рекламироваться как-то надо в ролике про русских маскотов я уже достаточно подробно рассказал про сам самыча настоящую пельменную легенду если не видели ссылочка сейчас всплывет в углу видоса я здесь главное замутить рекламу круче и запоминающийся чем у сам самыча задачка практически недостижимая но конкуренты пытались на полную это пельмени полкило удовольствие да это и есть весь рекламный понятно представляю как какой-нибудь мужик в нулевых сидит перед телеком и пытается сфоткать нормально этот кадр на телефон чтобы получше разглядеть 2d рельефы этой мультяшной дамы откуда молодцы ты что плачешь чего она плачет да может потому что ты ее сейчас сожрешь нет что вы это не слез прикол за это всего лишь дождик всего лишь лучок да все равно пыли ешь пельмени белокурки на работе на уроке на часах на солнце бетнень ешь пельмени белокурки нормально мне он реально знаю что вы думаете как можно на уроке есть пельмени на пляже под палящим солнцем можно фантастика я думаю тут все просто они заморожены это как фруктовый лед только мясной и в тесте попробовать если ты просто обязан окоть и кряхтеть как новом что красная шапочка убивает поросят только чтобы спасть и бабушку родня важнее конечно это понятно но что она принесет в жертву в следующий раз с каждым разом все жестче и жестче и просят все больше и больше в какой-то момент поросят может быть уже и недостаточно впрочем есть еще пельмени бабушкины на ходу как раз продолжение когда красный шапки кулбать и спасать пришлось уже себя саму ну и напоследок еще немного хоррора кто бы мог подумать что шарик матроскин и печкин в 3d могут быть настолько пугающей фигней в двухтысячных герои простоквашно рекламировали пельмени было даже некая акция в которой можно было выиграть ценную бандероль но знаете что это что получается не просто взяли всех за скамеле ролик вызывает очень много мамонтов разных эмоций мне стало интересно какие эмоции он вызывает у вас так что я попросил подписчиков телеграм-канале записать голосовухи не хватает гуталина это конечно очень хорошо то что вы все так улыбаетесь но те корова мурка я спрашиваю вот все горя на перезапуск просто квашина не но все равно но зачем я его начал защищать родилась намного возле этих ищем себя в прошман как просто клашина хорошо слушать она у нас тоже у меня тоже есть телеграм поэтому внизу заходи обязательно слушайте да вот такой вот на самом деле видос индука мне понравился он продукты какой-то знаете странно жуткими стаби вообще короче хороший вид хороший ссылочка на оригинал внизу с тебя комментарий пальчики ставьте спасибо большое тебя не забывает проставлять свои пальчики и подписывай организуйте естественно с бубен сами увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь